Доброе утро, дорогие друзья! Значит, добрейшее и ярское утро. Сегодня 16 яра. 16 яра, 17 мая, значит, получается. И 31 день омра. Уже завтра 32-й, можно будет стричься и бриться. Как раз заканчиваются вот эти 33 дня полутраурных таких. И мы входим в праздничный такой, в праздник Лагбаумер. 33-й день омра, когда ушел в мир свой, в другой мир. Раби Шиман Барюхай. И мы уже празднуем 2000 лет этот день. И, значит, ждем костры, поем песни и бремемся и стрижемся. Прекрасный праздник. Все. Теперь, значит, сегодня. Сегодня у нас такие интересные отрывки. Да, шалом. Очень интересные отрывки. Значит, сегодня в книге о Йом-Йом Любачисти Рэбе приводит два разных таких, две истории. Коротенькие. Ну, два таких вот фрагментика таких. Два пазла, да. Первый пазл такой, что Рэбе Шалом до ФБР. Это был один из какой-то был Рэбе. Пятый Любачистый Рэбе, да. Он прежде чем сжечь состриженные ногти. А есть обычай ногти состриженные именно сжигать. Вот они сжигали их, да. Причем там есть такая, ну, интересная. Я когда-то, мне было интересно, почему. Какие есть объяснения. В общем, есть достаточно такое понятное на духовном плане объяснение. Но я сейчас не буду в него вдаваться. Есть обычай сжигать ногти, да. Значит, или вот в унитаз можно бросать тоже. И он, когда их сжигал, он клал между ними маленькую деревянную щепочку. Вот такой вот пазл. Да, то есть, если будете сжигать ногти, то кладите щепочку. Или там, если будете их уничтожать. Но что интересно, что здесь интересно, что даже такие мелочи, они могут стать служением Всевышнему, да. То есть, они могут стать как обычай, как ты это делаешь. Потому что для того, чтобы, то есть, именно все соединяется с духовной работой. Да. Значит, дальше. Дальше идет второй пазл про Рэбэ Шмуэля. Рэбэ Шмуэля, Рэбэ Шмуэль, это был четвертый любая часть Рэбэ, предыдущий, да. Он разговаривал как-то с одним хасидом, Ильяу Абелеру. И он ему говорит, а это был простой хасид такой, да, который был вот просто торговец. Хасид, он к нему пришел к Рэбэ. В Алхабаде принята была такая форма общения, как ехидут. То есть, человек заходит к Рэбэ, он к этому готовится, он пишет все свои вопросы. Он как бы, то, что ему надо посоветоваться, спросить. И, значит, Рэбэ с ним садится вдвоем, и он ему подсказывает его индивидуальный путь служения. Да, то есть, ехидут, это как они объединяются в одно целое, и Рэбэ, так как Рэбэ, он на контакте со Всевышним очень сильно, он только этим занимается. Он даже щебочку кладет, когда ногти сжигают. То есть, он вообще в каждом мысли, в каждом действии, он только на контакте, усиливает контакт со Всевышним. И у него есть такое вот постижение, и он, когда к нему приходили на ехидут, это, да, на аудиенцию, вот эту индивидуальную. Он помогал человеку видеть его личный индивидуальный путь служения, и что там ему надо в себе исправить, добавить и так далее. И вот к нему пришел этот Ильягу Абеляр, а этот Ильягу Абеляр был простой такой человек, хасид, он работал, торговал и так далее. И вот Рэбэ ему говорит, Рэбэ ему говорит, завидую я тебе, Ильягу. Представляете, Рэбэ ему говорит, завидую я тебе, Ильягу. Ты ездишь на ярмарку, видишь много людей, а когда посреди делового разговора заходит разговор о чем-то еврейском, о торе, о духовном, ты произносишь пару слов из книги Эньякова. Есть такая книга, где всякие такие интересные духовные вещи рассказываются. И этим ты пробуждаешь у собеседника интерес к изучению торы и хасидизма. А это, в свою очередь, доставляет радость на небесах. И Всевышний платит тебе за такую торговлю детьми, торговлю в скобочках, детьми, здоровьем и заработком. И чем больше ярмарка, тем больше работы, тем больше заработок. Он ему говорит, смотри, я Рэбэ, я сижу все время в облаках, грубо говоря. То есть я все время только занимаюсь духовной работой. И все знают, что я Рэбэ, ну то есть это тоже некая несвобода. То есть многие хотят быть лидерами, быть какими-то там на виду. А потом, когда они выходят на вид, они пытаются одеть черные очки и куда-то убежать. Потому что ты себе не принадлежишь. И вот, значит, а он говорит, а ты, Лео, живешь хорошей, простой жизнью. Работа, тора, приближаешь к торе. То есть такая простая, понятная, получаешь удовольствие от детьми. То есть простая жизнь с простыми радостями, она намного проще и понятнее, чем жизнь вот таких вот выдающихся каких-то личностей, чемпионов в любой сфере. За какой-то сверхуспех в любой сфере нужна, за него очень большая обычная цена. Цена, оплата, расплата и так далее. Вот такой вот пример нам привел Любавич Стереба. И он поэтому, да, то есть он же эту книгу составлял. Давайте подумаем. Он ее составлял еще в молодости. Он искал эти все фрагменты. И книга о Йом-Йом, он составил книгу из фрагментов про жизнь предыдущих Ребе. И когда умер шестой Любавич Стеребе, его тесть, и ему предлагали стать Ребе. Он говорит, я не хочу. Год он отказывался. Год его уговаривали. И он говорит, нет, я не хочу быть Ребе. А он до этого, он учился, по-моему, 6 лет в Берлинском университете, в Сорбоне. Он был гениальный инженер, который там какие-то сделал изобретения в промышленности США. То есть он знал весь Талмуд, все торы. Он был очень закрытый такой человек, который был полностью абсолютно такой, знаете, на своей волне. Очень мало известно про его годы, как он в Берлинском университете учился. Он сидел в университете, у него был Талмуд все время открыт, но как-то его преподаватель попросил, говорит, ты не слушаешь. И он повторил полностью предыдущий час лекции слово в слово. То есть он был совершенно невероятный человек. И значит, его год уговаривали стать Ребе. А он говорит, я не хочу. Но потом уже он понял, что это Всевышний хочет, чтобы он стал Ребе, и он стал Ребе. Это вот как раз теперь понятно из этого фрагмента, почему он не хотел стать Ребе. Потому что Ребе, как его звали, значит, четвертый любая часть Ребе говорил простому Хасиду Ильяу, как я тебе завидую, какая у тебя хорошая жизнь. Дальше. Книга «Обретение неба на земле». Она говорит, опять же, выбрали 365 каких-то идей Ребе. И мы их изучаем, интересный такой ракурс одного канадского раввина, который выбрал именно из 10 тысяч идей Ребе, он выбрал именно 365. Вот одна из них. Значит, «Житейсти и трудности», говорил Ребе, «это способ, с помощью которого материальный мир призывает нас. Помоги мне очиститься, возвыситься». То есть мир призывает нас, чтобы мы помогли миру возвыситься и очиститься. Трудности являются вам, будучи уверенными, что в ваших силах противостоять им. Таким образом исполняется их предназначение. То есть трудности здесь рассматриваются, как нити ангелы, которых посылает Всевышний. Всевышний посылает эти трудности для того, чтобы человек, преодолевая эти трудности, он возвышался и поднимался. И в тот момент, когда трудность преодолена, то она выполнила свое предназначение в идеальном образом. Это похоже на то, что там штанга. Штанга, она тяжелая, но она помогает человеку стать чемпионом. Значит, гора, она высокая, но она помогает альпинисту реализовать свою мечту. А трудности, они помогают нам что-то в себе исправить, преодолеть, стать сильнее, умнее, лучше, ближе к Богу. Но все это, опять же, все это при условии, что человек воспринимает трудности как уроки, которые ему помогают исправиться. Теперь, значит, и сегодня как раз глава, недельная глава Бехукатай, это главное доказательство для меня лично. Одно из главных доказательств истинности Торы и, ну вот просто истинности метода Торы, подхода Торы, что тот, кто выполняет заповеди Всевышнего, получает награду. Тот, кто не выполняет заповеди Всевышнего, получает вот эти трудности в огромных количествах. Это касается в основном еврейского народа, потому что еврейский народ заключил союз с Богом, брит, да, союз, что обязался, поклялся выполнять заповеди. А тот, кто поклялся выполнять заповеди, то он уже не может с этого съехать, да. И получается, что очень-очень в главе Бехукатай, если по постановлениям моим будете идти. Мы изучали благословения. Вот сегодня в начале главы идет два-три еще благословения, а потом идет, что будет, если не будет еврести народ выполнять заповеди Всевышнего. И описано подробнейшим образом то, что случилось за последние две тысячи лет. Изгнание, причем описано, что будет изгнание страшное с такими гонениями. И написано, но земля будет вас ждать, никто на ней не поселится, она никого не примет. И действительно, вокруг какие-то процветающие страны. Едипет, Ливан. Ливан был до последнего времени как Швейцария, да, в Турции. То есть все вокруг заселено, и только вот этот маленький-маленький кусочек земли, который был просто пустыня, вообще пустыня пустынная, да. И ждал две тысячи лет, пока евреи вернутся. И все это здесь написано в этой главе, прямо детально и четко. Значит, давайте обратим внимание на несколько деталей. Все мы не успеем пройти, но я вам советую взять, скачать сегодняшний вот этот отрывок. Видите, внизу есть Ваикра 32.82. Это то, что в земле Израиля сочетает глава Бехукатай. И в ней написано. «Вы ахалтем яшан, и будете кушать старый урожай, а только когда уже новый будет некуда заносить, тогда вы будете уже старый выносить. Значит, то есть будет все и сохраняться, и поставлю я свой храм среди вас, и не отвергнет вас душа моя». То есть Всевышний говорит, что если вы будете соблюдать заповеди, я буду среди вас, будет храм, будет все. «И ходить буду в среде вейталахти, буду я ходить в среде вашей, и буду вам Богом, а вы будете мне народом». Значит, что это значит? Будем, то есть вот в обычной жизни, в этом-то весь и вся уникальность служения, которое предлагается Торой, что это служение, когда ты занимаешься бизнесом, ты служишь Всевышнему. Когда ты кушаешь, ты служишь Всевышнему. Когда ты женишься, ты служишь Всевышнему. Когда ты там приходишь на свадьбу кому-то, ты веселишь жениха и невесту, выполняешь заповедь. То есть вся жизнь, она является служением Всевышнему. И в тот момент, когда ты выполняешь заповедь, в этот момент Всевышний и ходит с тобой. То есть он с тобой, ты с ним, ты идешь по его. И он как будто бы как твой партнер, ты его продолжение, да, выполняя заповедь Всевышнего. Значит, Ания Шемлокахем, Я Бог Всесильный Ваш, который вывел вас из земли Египетской. Значит, когда вы были там рабами, я вас вывел, чтобы вы не были рабами. В общем, я сбросил ярмо с шеи вашей, ярмо Египта, ярмо рабства, ярмо вот этого. Человек же, который не служит Всевышнему, он не свободен, он служит моде, он служит славе, он служит деньгам, обществу потребления. Он служит, 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 то есть человек полностью на службе в любом случае. Теперь выбор такой, или ты служишь Всевышнему, или ты служишь кому-то другому. Дальше. И он, значит, вывел нас из земли Египетской. И дальше идет 14-й отрывок. «Вы им лотиш маули, а если вы не послушаете меня, вы лота асу, эт коль амитсвот аэли, и не будете делать все эти заповеди. Вы им баху гатай тимасу, если вы будете пренебрегать моими постановлениями. Вы им эт мишпатай тигаль навшатыхэм. Если отвергнет вас мои постановления, душа ваша, да? Лебилте асот, эт коль амитсвот ай, что и вы не будете делать мои все заповеди. И вы ля фрехэм, эт брити. Вы, значит, нарушите мой завет. Всевышний говорит. Если вы... Здесь перечислено 7 стадий отхода от Бога. Первая стадия. Если вы будете пренебрегать хукот, хутим, это постановление, это непонятные вещи, да? Непонятная вещь, да? Почему нельзя носить шерсть с леном вместе? Почему нельзя носить шерсть с леном? Это хок. Значит, непонятная вещь, почему нельзя мясо с молоком вместе смешивать? Ну почему? Это вкусно. Это блюдо есть хорошее там, мясо в сметане, да? Почему? Объясните, пожалуйста, нельзя. Значит, почему хок тоже непонятный? Почему весь год надо есть хлеб, а в Песах нельзя есть хлеб, да? Непонятно. Почему суббота начинается с заходом солнца, заканчивается с выходом звезд, а не наоборот? Тоже непонятно. То есть, вначале идет человек, непонятные ему вещи, он отвергает. Потом это вторая стадия. Если, значит, вы им мишпатай тигалу, если вы будете пренебрегать моими понятными законами. Понятные законы, это закон, например, почитать родителей, да? Почитать папу или уважать пожилых. Понятный закон, да? Мы все когда-нибудь будем пожилыми. Если мы не будем уважать пожилых или не будем уважать родителей, то мы в конце концов попадем в такую же ситуацию и нас тоже не будут уважать. Поэтому это понятный закон. Мы Богу говорим, да, классно ты придумал, мне нравится. Говорит умный человек, да? Он говорит, ну это логично, что надо почитать папу и маму. Все-таки я же хочу, чтобы меня дети мои тоже почитали. Так как же они меня будут почитать, если я им не дам примера, как это делать, да? Если не увидят. Это называется мишпатим, понятные законы. Вторая стадия, когда человек отвергает и их тоже. Третья стадия, если любил тебя сот, это коль митсвод. Если ты перестаешь делать митсвод, перестаешь делать заповеди, это третья стадия. Потом идет, ты будешь уже пренебрегать теми, кто это делает. Это четвертая. Потом ты будешь мешать тем, кто выполняет заповеди, выступать против них, как Либерман, например, сейчас, да, выступает против религиозных людей. Это уже пятая стадия. И в итоге, значит, последняя, седьмая стадия, седьмая стадия, это если ты нарушишь завет мой, то есть ты уже полностью скажешь, Бога нет. Это последняя стадия. И что будет тогда? Тогда, значит, вот отсюда идет в... То я поступлю с вами так же. То есть все мера за меру. Все идет мера за меру. И я пошлю на вас. И идет дальше. Я не хочу перечислять. Идут такие проклятия. Вот все, что было за последние две тысячи лет. Все неприятности, которые были за последние две тысячи лет с евреевским народом. Все здесь перечислено подробно и четко. И будете перед врагами вашими там убегать. И, значит, очень будет рассею вас. А если при том не послушаете меня, вы им аделе лотиш маули. Если вы после всех неприятностей меня не послушаетесь, тогда, он говорит, я семикратно накажу вас за грехи ваши. Тогда в семь раз я вам дам больше. Сокрашу в шабарте эт гаон уз хэм. И я сокрушу гордость вашего, ну, гордость вашу, да. И сделаю ваши небеса как железо. Там все, в общем, очень здесь идет перечисление, перечисление, перечисление. Значит, и дальше идет 23-й отрывок. Вы им бээлэ ло тива струли. А если при этом назидание моего не примете и ходить будете со мной в Аллахтэм ими кэре, и вы скажете, это все случайно, это все случайно. Как человек говорит иногда, да, вот у меня пришла неприятность. У тебя вчера даже, вчера даже я слышал, как один человек рассказывал про другого. Он говорит, вот его дом обокрали, да. А он говорит, ну что, это мне знак, что буду больше работать, и я, значит, еще больше буду работать. И он начал работать и больше заработал. И он говорит, какой он молодец. Но по Торе, да, нужно еще один вопрос задать. Почему это со мной произошло и что я должен себе исправить, чтобы этого больше никогда не происходило? То есть нужно очень понять, что все неприятности, которые приходят, так же, как и все хорошие вещи, которые приходят, все идет от Всевышнего. И цель Всевышнего – это дать нам вечное добро и радость. И если Всевышний на сегодня посылает нам неприятности, то это, опять же, это тоже такое замастерованное добро, как таблетка, она горькая, да, но она полезная, она спасает. То есть здесь примерно то же самое. Значит, и здесь опять перечисление идет. Опять, если не послушаетесь, то дай вас еще в семеро накажу. Все идет усиление вот этих всех наказаний. «И опустошу я землю вашу, изумятся и враги ваши, поселившиеся в ней». Они скажут, что это такое? «А вас рассею между народов и обнажу вам во след меч, и будет ваша земля в запустении, а ваши города будут руинами». Это 3334 года назад была Донатора. Значит, 2000 лет назад римляне разрушили полностью Иерусалим. И евреев отослали, отослали евреев по всему миру, рассеяли, как здесь написано. И, значит, и тогда возместить земля за субботы свои. Когда евреи не соблюдают заповедь «Год Шмиты», сейчас идет «Год Шмиты», когда год должна земля отдыхать. Нельзя сеять, нельзя пахать, это называется «Год Шмиты». Так земля потом, когда они были в изгнании, возместила все годы Шмиты. Земля отдыхала, никто на ней не сеял годы, годы, десятилетия, столетия. Значит, «Коли Амэй Ашама в все дни запустения своего будет соблюдать субботу земля, то, что вы не праздновали субботние годы ваши, когда вы жили на ней». То есть, Всевышний говорит, если вы не хотите соблюдать закон седьмого года Шмита, значит, тогда земля будет отдыхать, когда вас на ней не будет. Но я перехожу, значит, перехожу дальше, перехожу к концу. Значит, и вот, и вот, значит, сорок первый отрывок. Значит, сорок второй. «И вспомню мой завет с Яковом, а также мой завет с Ицхаком, а также мой завет с Авраамом. Вспомню и землю вспомню». В конце концов, Всевышний вспомнит все эти заветы. Когда евреи вспомнят эти все заветы. И что? И земля, когда она удовлетворит все субботние годы, значит, вспомню я завет с предками, которых я вывел с земли египетской. И чтобы быть для них Богом, я Господь. Все. Значит, вот такая Тора у нас, вот законы, вот такие постановления, такие законы, такое учение, которое дал Бог между собой и между сынами Израиля на горе Синай через Маше. Все. Нравится, не нравится. Вот так написано. И еврейский народ должен это знать, что нет у нас другого варианта, как только служить Всевышнему. Как только евреи это поймут, осознают и будут служить Всевышнему, так будет мир, вообще будет мир в Израиле, мир во всем мире. Будет мир, мир. Поэтому, если у вас есть в радиусе, там, 100 метров евреи какие-то, обязательно их приведите на уроки Торы. Обязательно прямо на них наденьте тфелины, пускай они зажигают свечи. И говорить их все. Вот выполняй волю Всевышнего и проси Всевышнего, чтобы был мир, здоровье, благополучие и так далее. То есть, евреиский народ, которого Бог выбрал как народ священников, он имеет большие обязательства, прежде всего, перед Всевышним. Невыполнение которых дает невероятные страдания. Но если обязательства выполняются, это большое благословение. Все, так как мы заповеди выполняем, все, кто на этот урок ходит, значит, поэтому Всевышний благословляет всех, кто ходит на уроки Торы, поддерживает Ваикру здоровьем. Пусть будет здоровье вам и вашим близким. Пусть будет благополучие вам и вашим близким. Пускай будет шалом, мир в душе, в семье и в стране вам и вашим близким. Чтобы закончилась война, мы вчера читали, шалом это самое главное благословение. И чтобы Всевышний благословит всех нас миром и благополучием. Все. Всем удачи и успехов. Особенно, если евреи есть в вашем радиусе, всех надо, на мужчин, всех на обрезание. Чтобы одевали тферин каждый день, чтобы молились каждый день, соблюдали шаббат. Прямо заставьте их. Прямо можно заставлять. Реально это просто даже очень хорошая большая митцва. Прямо насильно. Да, обрезание насильно. Можете всех обрезать. Только не, ну, именно по закону, к Мойлю отведите. Не личное обрезание, а именно надо к Мойлю, кто делает обрезание, отвезти. Все. Всем удачи, успехов, счастливо. Хорошего дня.